Пророк Мухаммад рассказал мусульманам о человеке по имени Даджжаль. Во всем мире лишь одна религия так подробно сообщает об этом. Все пророки, которые приходили на эту землю, сообщали какую-то информацию о Даджжале. Но пророк Мухаммад – последний пророк, и он сообщил намного большее количество деталей о Даджжале, чем любой другой пророк, который когда-либо говорил об этом. И он сообщил о Даджжале в таких подробностях, поскольку наступило то время, когда момент его появления на земле и совершением его действий очень близок. Есть такое понятие, которым часто пользуется в 21 веке – это слово «обман». Даджжаль – это слово, которое близко к понятию, которое я перевел бы как «обман». Когда вы смотрите голливудские фильмы, то они часто прибегают к этому методу. Если вы слушаете музыку, а вы никак не можете скрыться от музыки, она повсюду, не так ли? Так вот, в музыке также есть слова, куплеты, то, что музыканты и артисты делают на сцене, и что они говорят – это тоже обман. Так что же они делают? Они показывают вам то, и воспевают, казалось бы, прекрасные вещи. И вы легко верите в это, вы тронуты этим, вы начинаете двигаться в ритм музыки, разве нет? Вокруг все слушают музыку, и вам начинает казаться, что вы один не в теме. Мне лучше слушать все это, смотреть эти видео, вам кажется, все идет как надо. Вам эта музыка кажется приятной, шайтан украшает этот голос для вас. В итоге получается, что они внушают вам убеждение и веру в те вещи, в которые вы не должны были верить. Вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Я пытаюсь сказать, что некоторые вещи много лет назад не были нормальными. Я прочел статью про Норвегию о том, что часть населения там вышла с протестами против правительства с требованием разрешить им жениться на своих домашних питомцах. Есть и другие, которые хотят, чтобы им разрешили инцест, чтобы родные братья и сестры женились друг на друге. А вы знали, что должно произойти перед появлением даджжали? Послушайте этот хадис пророка Мухаммада алейхиссаляту ассалям. 1400 лет назад пророк Мухаммад алейхиссаляту ассалям сказал о том, что со времен Адама и до конца света нет и не было большей фитны, большей смуты, чем смута даджжаля. До его появления, в данный момент он где-то привязан, в каком-то месте, он пока не может выйти. А вы знаете, как ученые ответили на вопрос о том, почему в данный момент он привязан? Поскольку сейчас для него готовятся почвы, для его появления создаются условия с тем, чтобы его тут же признали. А теперь я расскажу вам, как его признают люди и почему. Все это логично. Даджжаль – это одноглазый лжец, обманщик. Он легко обманывает людей. Он – великое испытание. Люди уже настолько привыкли к обману. Сегодня можно увидеть мусульман, которые отходят от истинной веры и придумывают собственные убеждения. Мы видим таких все время. Они говорят, знаете, я думаю, что молитва – это то, как лично вы понимаете ее. Они говорят, мы верим только тому, что говорит Коран, но мы не верим тому, что говорил Пророк Мухаммад . Их называют «каранитами». Знаете, что они делают? Они цитируют аят о молитве и говорят, Коран не дает детали относительно того, как именно нужно совершать молитву. Поэтому мы можем выработать собственный способ совершения молитвы. Если следовать аятам Корана, то аяты Корана – как заголовки, а Пророк Мухаммад дает пояснение им. Но сегодня есть те, кто одевается как имам, и они могут навязать людям иную веру, отличную от Ислама. И они назовут это Исламом. Итак, это тоже обман. Шайтан помогает Даджалю. Когда Даджаль выйдет, мир будет готов к нему. Он сказал, что он выйдет из местности под названием Исфахан. Сегодня это Иран. Он сказал, что вместе с ним выйдут 70 иудеев, которые последуют за ним. Это могло означать то место, где жили иудеи в то время, и из этой местности выйдут 70 иудеев и последуют за ним. Поскольку в другом хадисе Пророк Мухаммад сказал, что большинство населения мира последует за ним и поверят ему. Среди них будут иудеи и на втором месте иностранцы, римляне. То есть большинство христиан последует за ним. И затем он сказал, что там будет группа людей, не образованный кочевой народ, люди пустыни, которые не получили образование. И также женщины последуют за ним. Это очень интересный момент, потому что сегодня в социальных сетях создается не настоящий мир. Так ведь это? Накладывают фильтры, люди гонятся за лайками. Это то, что стало важным сегодня. Чем более глупые вещи вы делаете, тем больше лайков вам поставят. Так и происходит. Так ведь? Всем нужны лайки. Никто по-настоящему не думает о главном. Это и есть, чего хочет Даджжаль, это его цель. Все это – подготовка к его появлению.